Прежде чем начать рецепт, хотелось бы еще обратить внимание о том, как надо питаться, если натура в печени горячая. На продуктах остановить свое внимание, на полезных овощах, фруктов при этом виде нарушения. И так, чтобы улучшить натуру печени, привести ее в нормальное состояние, то есть охладить, но не совсем, потому что чрезмерное охлаждение уже испортит ее натуру. Нужно, значит, рекомендую пить при таком виде нарушения, когда жажда вот эта идет, плохой аппетит, жар, пылание, тогда все перечисленные симптомы. Нужно, здесь поможет нам ячменная вода, пить отвар ячменной воды. Также отвар овощей можно из-под овощей выпивать, можно просто бульоны овощные делать. Так, далее, далее, еще хорошо, свекла, ну именно вареная свекла, простокваша, из фруктов подойдет айва, груши, они тоже хорошо пойдут при этой натуре, яблоки, но понемногу груш, чтобы некоторые, значит, груши из сорта вызывают запор. Если запор есть уже, то груши мягкие, да, переспелые, тогда они очищать будут и наоборот, вот, недозрелые груши, если есть понос. Также хорошо ревень употреблять. Дыню, если будете употреблять, да, кушать, то не сладкие сорта есть, дыни, это вот типа индийские сорта. Виноград кисло-сладкие можно сорта, вот, при горячем расстройстве. И гранат тоже кисло-сладкие сорта. Машевые похлебки можно, с тыквой причем похлебки можно готовить, вот, со шпинатом можно готовить, с тыквой, с чечевицей можно готовить различные похлебочки. Вот, из мяса, значит, что рыба, рыба, если будьте, то мелкую, там она не жирная, потому что. А из мяса нужно нежное мясо, вот, козлятина, если кто мясо употребляет, куропаточки, вот, перепелки. Нельзя давать такое мясо, как типа, такое уже грубое, старое, вот это, эти виды мяса, они не подойдут. Также желудок можно употреблять птиц водяных, вот, гусей, там, водяные птицы, да, которые водоплавающие есть. Вот, еще не надо употреблять в этом виде нарушения печень и селезенку и сердце. Вот эти органы нельзя употреблять из животных. Потом, когда яйца, яйца всмятку, отварные яйца, такие уже твердые отварные яйца, вареные, нельзя. Вот, а далее будет рецепт. Салам алейкум варахматаллаху в баракятуху. Так что же мы будем, что готовить и рекомендовать человеку, у которого горячая натура печени. Симптомы я уже несколько раз, признаки перечислила. Вот, это уже, ну, что значит горячим, еще раз объясню. Объясню. Это когда у человека какое-то либо острое состояние, либо сама натура, вот, горячая, острая, имеется в виду воспалительные заболевания, гепатиты, да, разные теологии. В основном там будет горячая печень, воспалительные процессы идут. Итак, это каркадея, видите. Горячая печень или натура ее горячая идет к тому, что орган иссушается, понимаете. И нужно его охлаждать и увлажнять в то же время. Вот каркадея, как стати по натуре, оно подходит, потому что оно будет охлаждать. На печень очень благоприятный его состав тоже воздействует. Желчегонным является и тот, и этот, то есть вот этот вот барбарис, семена его, да, и бактерицидным действием обладает, и желчегонным оба, да. Оба друг друга дополняют, усиливают, да, синергии принимается. Также немного добавим, тут его нужно будет измельчить. Это у меня корни цикория. Они тоже на печень очень благоприятно действуют. И во всех своих, значит, этих произведениях. А Буали Бансинау много раз говорит о том, что вот этот дикий одуванчик, он его называет корень. Цикория очень хорошо именно при натурах горячей печени. Так, следующее, единственное, все это будет желчегонниче. Я думаю, если у человека запор, оно будет нормализовать. Если понос, так же вот этот вот каркаде, оно нормализует. Вот. Единственное, у кого изжога и у кого там язва, то его нужно мало, меньше добавлять. А так на полулитровую банку добавляем по столовой ложке каркаде, две чайные ложки барбариса достаточно. Ну и одну-две столовые ложки добавим цикория. Вот. Чтобы как-то уравновесить, да, до холодности много, уже как бы холодной натуры, чтобы не перевозбудилась уже. Не увеличилось. Немного-немного можно с чайной ложечкой меда это выпивать. Вот. Итак, сейчас я помещу всю эту банку и залью и покажу вам. Итак, вот я поместила в банку. И сейчас я это залью кипятком. Можете одну-две курюги добавить еще. Это нам даст подсласти. Это, да? А если меда нет, то можно добавить. Вот. И запорами будет тоже. Вот так вот. И приятно будет. Так, вот я залила, значит, этот состав. Ну, он должен настояться. Перемешать его надо будет. И в течение дня можно выпивать вот эту полулитровую банку. Два-три раза можно выпить. На три части можно разделить. На две части. Перед едой надо пить. Вот. До устранения симптомов. Вот. Вот такой вот рецепт. Два-три. Продолжение следует...